Вопрос такой, вот вы сидели в тюрьме, в лагерях были, первый вопрос такой, как вести себя при аресте в камере, как вести себя при аресте сначала, потом как вести себя в камере при допросах с позиции глубоко верующего православного человека? Вот так, вот с этой позиции, если вы откроете и сказать, человек входит в камеру, там много роликов, и везде такие они герои, он против всех кидает за себя, и теперь нет, такого нет, это все обман, там избирается главный, смотрящий. Ну вот как, допустим, меня везут этапом, ну город Джамбул, ну там назовут другой город, каких я был, Новосибирск, прежде всего сказать, прямо из вагона перегружают тебя, я не говорю как о суде, это другой вопрос, суд когда идет, ты должен быть настроен ждать каждый день, вот это христианское чувство, потому что мы не от мира сего, и мир нас ненавидит. Ну вот, привезли только туда, сразу везут не в нулевку, а вниз, чтобы тебе что-то дать, дать там рваный матрас, там все перемоченное, ну опять же, ты верующий, ты нигде не споришь, ни с кем не спорь, даже ты знаешь, как разрешить спор, иначе один из них будет поражен, он сделается с врагом, он тебе ляжет спать, он тебе ложкой выткнет глаз, ручкой. Ну никак, я говорю про себя, я верующий, я знал, что в 80-м году меня освободили, приехал подполковник из КГБ, при своих регалиях, со следователем, и привезли из прокуратуры определение меня освободить. А взяли из-за чего? Олимпиада в Москве была, и ненужных убрать, чтобы они случайно где-то не разговаривали с посторонними. Ну и вот, за это время я многое сделал, тогда брали, в обвинения ставили, насчитывал я, все в обвинения было, и даже Рогозина, Ярла Пести, 136 часов я получал от них прям со студии, чистая. И вот здесь все это, и архипелаг ГУЛАГ, и стихотворение о Ленине, там один куплет такой был. Стоит свой рот ащерев, по мёту птиц подставил голый череп, вождь атеистов сонмище иуд. Ну, ясно, что они не потерпели. Ну, вот теперь, когда я здесь был, а теперь на этапе, мне бы это сказать. Я не знаю, сколько, спрашиваю, а камера сколько там такая вмещает? Вот сначала, когда отдают, там где, тебе что дают, там кружку дадут, там ложку, там всё это изгаженное, смятое, смотреть не на что. Ну, опять же, со мной-то такое, ни с кем я больше не слыхал такого. И которые остаются, их при тюрьме, родственники платят деньги большие, чтобы его никуда не угнали в лагерь. А тут он на глазах, и тут они могут свиданку с ним короткую иметь. Ну, платить надо за всё. Баландёры называют их. Это баланду развозят везде, и который там раздаёт. Вот, хотя, а там что-то, матрасы-то простыни якобы. И вот он сразу на меня уставился. А откуда вы? Я говорю, из Барнаула. Отойди в сторону. Вот думаю, да, другим хоть плохое дают, а мне даже и плохого не дают. Ну, встал и стою. Я не спрашиваю. Ту же, который привели охранники Дубачки, две женщины. Когда он всем раздал, я остался один. Он говорит, а я вас уже четыре года жду. Как четыре? Мне два года как... А нет. Мне Бог сказал, что вы придёте в наше место. И я спрятал чистые простыни, там накрахмаленные, наверное. Я говорю, да не знаю даже как. Нет, нет, это вам, и матрас там новый я припрятал. Там никто не найдёт. Всё, теперь меня перевели, и куда же вас девать-то? Охранники, охранницы, эти женщины меня не знают. Я говорю, где табака нет? Да везде табак. А так, говорю, да ШИЗО. Штрафной изолятор. Подбери туда. Я один там зашёл, а там дым-то везде распелзается. А мы сейчас сделаем, будет вентилятор. Она побежала, швабу принесла, ручкой раз, а там окорчик вверху тринь. Всё, отдыхайте. Ну, а на утро там уже меня пойдут. Я узнаваю, сколько человек. Ну, сколько? 75. А на сколько камера? 25. То есть, ну, кровать шконкой называется. Я стараюсь лишний раз не говорить эти слова. А камера называется хатой. Вот. И что? Вот определённо, что по одному не ложатся. Остальные бродят и ночью. Там вот так вот от движения. И как только я вошёл, через порог переступил, дверь за мной закрывается. Ну, я в дым-то вошёл. И сразу, мир дому сему. Вот так заколыхалось. Там такой амбал вылазит. Подходит. Ты откуда, дед? Я говорю. А какая статья? 190 прим. Что, мента грохнул? Да нет. Там 190. А тут 190 прим. Вверху апостроф стоит. Или бывает через тире и Дениса стоит. Ну, я ему говорю, что он означает. Как звучит. О! Какой залетел к нам голубок. А где бы вы хотели? Ну, шконки-то все, кровати занятые. Он меня ведёт. Я говорю, ближе к окну. Он подводит к окну, где стоит-то. Сразу на одного. Его Василий звать было. Так. Ты куришь? Он сразу матрас схватил. Говорит, не надо. И сразу в сторону. Иначе его параш изгниёт. Так. Наверху ноги опустил. Куришь? Его нету. У меня уже одному две койки. Я расспрашиваю, когда у них будет отбой. А отбой в 10. А ужин во сколько? Там, кажется, с 7. Вот это время. А он говорит, у вас есть что посчитать? Я говорю, у меня Новый Завет и Псалтырь. Но мне нужно, чтобы люди, которые я дам в руки, чтобы не курили, нашли три человека. Я говорю, тщательно вымыть руки. Они тут моют, шоркают. Вот всё. Теперь смотрите. Вот здесь открывать будете, Евангелие считать. А я буду разъяснять. Когда стали считать, а там же слышат всё, подслушающие, подсматривают. Охранники открывают хату эту и стоят у дверей. Я когда говорю, никто не верит этому. Да вы ещё городите-то, дескать. Ну, вот такое дело. Главное, с тобой, Господь и ангел. И когда я шёл, я только об одном молился, чтобы дал Бог духа молитвы. Даже баптисты, которые сидели не по разу, и то говорят, а мы не знаем, а что это такое. Ну, я говорю, на деле надо показать, как. По часам ангел поднимает. Допустим, я ложусь в 12. Дома я в 4.40 стою. А там меня ангел, я не стал говорить. Ангел поднимает. В 4 часа ровно. Ровно в 4. Горит лампочка, и в глазок этот смотрят. Вертуха я называют. И вот, смотрите, он сейчас, говорит, лёг спать вот так. А вот сейчас встанет. Я сразу соскакиваю, никого нет. Я перекрестился, всё закрыто. Меня никто в туалете-то не видел на параше. И сразу я начинаю молиться. Ополоснулся и на молитву. Вот здесь, конечно, если ты молишься о всех, я уже о матерках сказал. Одного в камеру только затолкнули, а он одноглазый какой-то. Что-то с ним было, и двое военных попали там. То ли дезертировали. Почему они в общей, я не знаю даже. Ну и вот здесь, он заходит, мать-перемать. А я молиться-то молюсь и слышу. Я больше не говорю. Так сказал, как в проповеди. А его сразу слышу и говорят, моленько только, мужик, ты помело своё прикуси. Помело, то есть языком не мели. А что? У нас батюшка. Он молится за всех. Со всей тюрьмы к нему идут заказы. Идут, когда на суд, помолиться. И все абсолютно отовсюду ждал. Срок такой отдали совсем маленький. Один был татарщёнок. И он с ножом в свинарнике. И сторожихи ножом показал. И поросёнка украл. Но его поймали. Он не ударил. Но угроза. Ему там до семи лет могут дать. Тогда как-то много давали-то. И он наконец-то смотрел. А можно я по-вашему буду молиться? Видать, вера-то не сильно крепкая. Я говорю, можно. Видишь, как накапливается. И когда стали молиться, вот утром встали, когда, они говорят, тут ночью вы молились, а семь человек становились на колени. Сзади вас. А я не оборачивался, я не видел. Семь человек, одна ночь. Вот о чём и пишет доктор богословия Павел Бочков. Что пришли к православную веру через Лапкина и Игнатия Тихоновича. Тысячи человек. Но начальник тюрьмы по-христиански умер. Следователь принял полное крещение вскоре с полным погружением. А начальник тюрьмы полковник Семёнов Александр Соломин. И всё время меня вызывал. И у него только одно. Родной мой. Вот скажи, а как это? Опять вызовет? Не запускайте никого. Не надо. Мы маленько посидим тут. Опять родной мой. А как вот так будет? И потом мы на воле встречались. Я освобождённый, а он на пенсии. Ну нельзя это составить. Ты должен так же делать. А другие, которые тут священники, им дают домино, допустим, где-то, или шашки, они играют вместе со всеми. Ну, там один сидит. Зосима звать. Зосима. Ну, и педопилия. Подозрение или что-то. Ну и что? А его тут никто так не... Я когда говорю, у вас тут где-то говорили священник. Они говорят, Мишка, иди сюда. Он тут, Мишка. Никакого Зосима уже нет. А здесь вы, батюшка? Я говорю, нет, я простой человек. Я сторож. Нет, папаеврогожки видать. То есть меня все везде звали отец Игнатий. Вот как. А когда вы это на этапе, там живо проверят, какие у тебя зубы. Смотрят, а у него зубы жёлтые. Ты кем работал? Бухгалтер. Ах, ты сволочь такая. Ты людей там обсчитывал-то. Раз его лбом-то, зубы выбили. Ту же охраннику ей. А на шею ему дадут. А ко мне не подходят. Они меня окружают близко никак. Ну, один что-то начал там угрожать. Они его сразу там растянули. За ноги держат, за руки. Грязной тряпкой рот заткнули. С сапогом. Нижнее счастье. Давай его молотить. Он как-то выпил, как закричал. Отец Игнатия убивают. И все захохотали. Да ты же ему, паразит, грозил. А грозил, что я молюсь. А он видит, что я вижу, что он ворует. Ну, и всё. Ну, я давай за него просить. Ну, отпустите вы его. Чего ж его убивают? Там матрас-то распороли. И там всё найдено было. У кого ещё взял? Вот штука-то какая. Тут надо так. Я с тобой, мой Господь. Как тебе угодно, так ты делай. Никогда не спорить. Суд, который идёт. Да, я могу сказать, что так или не так. А они настаивают. Это ваше дело. Я опять дальше жду. Никогда нигде не спорь. А почему? У меня есть апаризм. Он по интернету идёт. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Простое предложение. Вот что такое совесть? Разные-разные варианты. Мой вариант такой. Тот участок души, через который слышится голос Божий. Это мои наработки. Совесть – это тот участок души, через который слышится Слово Божие. Вот это совесть. Ну, это когда спрашивают как-то что-то. Ну, что спрашивают-то? У меня нету... Я всегда подчёркиваю. У меня нет гуманитарного образования и религиозного. Я каждый день начинаю с нуля. И вот столько, чтобы было стихов за короткое время, а примерно 80 поются в интернете. Но это чего-то стоит. Может, у некоторых есть не слышали. Меня иногда искушают и говорят, а вы про женщин писали? Писал. А можете прочитать? Да, вот первый куплет. Может, кто-то слышал. Но вот сестра тут знает. Я женщинам всем благодарен и в досталь, которыми мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь косы, змеё и струили щекосы. Заноза я в них не вошёл, и нечего того расшить. И там вот такое, где-то стихотворение такое. По лезвию кудри мои, как-то никого не смутили. Там по лезвию острову кубрием там я скатила, и лишь бороду сдуло слегка. Вот такие слова. Я сейчас бы даже так не сказал. И последнее, что я окружён чистыми сёстрами на шатком своём табурете, как в кресле. И ум и блудом неисточен, по-прежнему острый. Рифмовка такая интересная. Я в литературном институте считал, левошанин. Сёстры острые. Обычно как? Любовь, кровь, вновь. Но тут у меня не так совсем. Святая Русь, когда была святая, скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает, останется виновь. Вина, война. Хватали всё от севера до юга до порта Артура, оспу островов. Всё подгребли. Саму тайгу и в югу расплодили нехрестей воров. Вот как. Я рассказывал уже. И вот теперь ты там находишься. И вот одного этого Одноглазого прислали, когда. А он зашёл и сразу ругаться начал. А его вызвали на допрос. Проклятый Барнаул, как яма. Уже шесть лет, что ли, прошло, когда я тут воровал. Уехал в другом месте, там, женился. Вышел табаку, папирос купить-то и сразу арестовали. Как они знать-то меня узнали? Ну, действительно удивительно. Тут сильно работает розыск. Ну, его вызвали на допросе. Видимо, он ничего-то не сказал. И они дверь открыли, а так почти шесть метров длина. Его как ударили, он пролетел и головой ударился в батарею. Ой-ой-ой. Я сразу в дверь подошли. И что нужно? Замполита. Заместитель начальника тюрьмы по политической части Ульяновский Владимир Александрович пришел. В чем дело? Я говорю, вот человека вот этого вот. А сейчас брали на допрос. И заводили обратно в камеру и так ударили, что он над головой ударился лежит где-то. Да вы что? И меня сразу туда, а тут молва идет, что я заступаюсь и чуть ли не тюрьму открыл. Ну, любят прибавлять-то. Вот как везти? Где можно заступиться? Где нельзя? Это надо опыт иметь. Я знал, как прятать все. А что прятать надо? Ну, то, что не дозволяют. Я напишу, сколько писем. Везде. Иду, когда где-то что-то там на прогулке где-то. Я должен спрятать карманы, чтобы не нашли. Вот интересно как. Я однажды сидел вот так вот. Вот здесь вот. Это в другом доме было. Да, здесь еще раньше было. На строительной. Подошел один мужчина, ну, юношей можно называть. И он говорит, закройте глаза. Я его знаю, Володя Пенкин. Владимир Иванович. Я закрыл. Он подошел сзади и надел на меня крест. Я смотрю, крест. Серебряный. Такие кресты священники носят. Он вот такой вот примерно длины. Хороший, чистый. Никаких набалдажных нет. Ровно такое. А где взял? Там, где расстреливали священника. Видно, от расстрелянного какого-то. И я его с собой пронес. Ну, и цепочку отцепил. А теперь-то в тюрьме-то там проверка идет везде. Куда его девать-то? Первый раз я неправильно поступил, но по-другому нельзя было. Я положил его под стельки, подошву. Его не нашли. А когда в тюрьме, теперь, когда отрезают пол кирпича хлеба, кирпичами там, я где... Самая корочка-то, выскрип оттуда, и он наскосок он вошел туда и сверху замазал. И когда приходят, выкладывают, а потом обслуживают, обслуживают, что слышать-то. А это-то не глядят за хлебом. Ну и когда следователь-то уже допрашивал, я его говорю, а вы могли бы вынести одну вещь, я ее пронес, она незаконная. А что ты? Ну я не буду говорить это. А ему интересно так. И она у вас с собой. Я говорю, да, с собой. Он пообещал, я отнесу жене. Ну давай. Тогда я взял корку-то эту. И там крест серебряный. Он не вытерпел, взял крест и сразу вышел. Вышел, а там через коридор другой допрашивает следователя. И он говорит, вот у меня, я работаю, каких мне доверяют? Потом он ко мне на работу придет, когда я освобожусь. Крещение примет. А там один допрашиваемый был. Этот допрашиваемый в нашу камеру будет послан. И все расскажет, как там было. Я прихожу домой, а крест висит. Он у нас сейчас на книгах лежит в трапезной Барнавуре. И кому надо, этот крест берут. Каждый прилагает его к себе. Я вот лежу к глазам, к ушам, поцелую, где... Вот такое дело. Вот видишь опять. 80. Вот такое дело, браток. Во всем, во всем, Господь. И близость его тобою будет ощущаться. Как он дорог мне этот день. Как хорошо, что меня взяли. У меня такой опыт. Там были где-то в одном городе, сейчас могу не сказать, но в кузнец, кажется. людей много. А эти, которые лежанки-то лежат, а плиты, плиты. Там мрамор, мрамор такие красненькие. А клопы, клопы, просто сверху ползет и падает прямо на тебя. Кровь везде. Ну, я же сказал, у начальца-то узнал, да что же не сказали раньше-то. Они меня сразу взяли из камеры и в ту камеру, где милиционеры сидят там, прокуроры. А их отдельно, тут нельзя их задушить в одну ночь. И я с ними, а там чистота, порядок. Теперь я с ними работаю. Один на охоте нечаянно убил, а другой садил, он в машину не лез, он выходил пистолетом в спину его. А у другого жена нашла другого. Он встал в дверях вот так, сказал, не выходи. Она сказала, уйду. Он как и отдал, говорит, нож согнул. Сразу ее завалил. Вот какие есть люди-то. Ну, а тут один майор лежал. Так, скажи, вот такая ситуация. Как будете делать? Ну, я ему объясняю. Да, вот так ляжет, лежит. Здорово-то как. А вот такая ситуация опять. Такая, как говорится, ментовская. Я говорю, а тут бы вот так поступить надо. Согласно Слову Божию. Ответ для его считания, я ему даю Евангелие. Посмотри. Тут я с ними уже работаю. Конкретно с каждым. Отвечая на вопросы. Конечно, ты должен многое знать. Вести себя очень скромно. Ну, ты не лезь ты никуда. Да вот вся скромность твоя. Молись. У меня были пять или четыре момента, когда останется на молитве. И каждый участок молитвы, это час или полтора. Вся тюрьма это все знала. А 3700 человек. Надо сегодня готовиться. Ни с кем не схватываться. А то тут бывает так, что говорят, как говорится, святых из комнаты выноси, то есть иконы. Ни с кем не спорь. Никогда. Я уж умоляю, прошу, но не получается. Это путь. Павел прошел в УЗы. Это УЗы. Я сегодня на это, об УЗах говорил проповедь. Сестра Елена, она тут же записывает и тут же выставляет. Кто смотрел? Нет? Не смотрел никто. Я еще не посмотрел, не успели. Я не успел. А может кто-то смотрел? А если нет, в конце сейчас кончим разговаривать. Вы мне позвоните, вот здесь вот. Не позвоните, а напишите, что желаете то, что проповедь говорим записывать, сделать ее в ворде, перепечатывать. Человек, наверное, 13 откликнулись, но долго там, уже дня 2-3, они все еще переписывают. Ну, опыт. По одной букве. А я-то печатал тысячи страниц. Вот. Работал. Очень быстро у меня сохранились оттуда. Целые книги перепечатывал. А как? Ну, опять же, вот у меня всегда помогают женщины. Вот везде. Я с женщинам всем благодарен и в досталь. Вот, понимаешь, нет? Которые мимо меня не заметив, прошли. И вот одна сестра и говорит, я отдаю где-то напечатать. А вы достаньте машинку, да сами научитесь. И принесла самоучитель по 10 пальцами. Я начал, пока еще нету машин, машин-то, они не продавали эти машинки-то. Ну, и пуговки там, кажется, пришел, и печатать надо. Печатать. Еду дорогой в трамвай, а в рукавичках руки разговаривают люди, а я печатаю. Да, печатаю, то есть успеваю за ними. Нигде время не тратить. Вот когда я в армии был, я рассказывал, выйду, ну, вольнительную дадут. Идут женщины разговаривать двое, а я сзади, хорошо слышал, вот одна француженка, а другая немка. Так что говорит, я за ней перевожу по-французски, а потом немка, по-немецки. Или вот англичанка, а эта вот такая. то есть время никогда не терял. И поэтому люди удивляются, как вы могли так быстро. Немецкий 6 месяцев ушло, я уже у них проповедовал. В школе иностранного не было, английский за 4 месяца, латышский там даже 3 или меньше было. Это опыт и работа, ну, видимо, ничем не обкуренный. Ну и природная память. Отец у меня был очень памятливый. Пас овечек, 1200 овец, и он знал, какому хозяину они принадлежат. И когда эта овечка покрылась, то есть выходила замуж, а сколько она ходит, он знает, он говорил, зимой в этот день, ночью, смотри, она объягнется. Люди придут, овечек не могут найти. Один раз было, ну, угощают его, да, Тихон Дмитриевич, ну, выпей, ну, маленько. Ну, русских-то чем угощают? А ну, и он тогда уже, а рука-то одна, он за стол держится. И говорят, ну, нету овечки. А он вот так посмотрел, а вон она холера стоит где. Посмотрели, правда. И он, когда перед раскулачиванием, какие люди были, что говорили, он цитирует все это. Тот тогда-то сказал, тот тогда-то. Я написал комсомольскую правду, мы, говорит, этим материалом воспользуемся. Вот это память была. Я из бедной семьи, и поэтому на большее не претендую. А тут столько друзей внезапно. И все у нас есть. Ну, что? Вопросов и нет больше. Геннадий Конович, вопрос второй. Как подготовиться к аресту? Подготовиться? Ни к чему не быть привязанным. Самое главное. Научить жить на самое малое. Я вот, когда работал на стройке, ну, тогда деньги-то были другие. У меня, ну, сторож 72 рубля получал. Кирпич хлеба стоил, кирпич. 16 копеек. У меня работал, тачки возить на второй этаж, бетон. Работа тяжеленная просто была. У меня уходило за месяц питания 9,80 до 11 рублей. Предельно мал. И поэтому в тюрьме меня кормят лучше. Я это знаю. А там порядок. Горячий. Это так. Второе. Сон надо сокращать. Нигде в драку не вмешиваться. Быть сторонним. А все себе скапливать. Нигде ничего лишнего слова не говори. Нигде. Это дорого придется заплатить. Вот так надо готовиться. Вот сколько раз моются люди. Святые вот 7 недель Великий пост. Никто не был в собане. Златоуст пишет неоднократно об этом. 7 недель. А сегодня там мужчины там в день несколько раз хлюпаются и стоят. Ну вот я бывает за зиму там два раза только сходил. А сама то ли смехается или еще. Ты святой, от тебя даже ни запаха нету. Запаха нету. Это правда. А может и не правда. Может и молчат люди. А я не иду. Все себе зашиваю, зашиваю. У меня в заплатах простынь, там одеяло. Все. И вдруг опять лежу новое. Возвращаюсь из летнего отпуска. 4 месяца. Прихожу тут заслано. Я не знаю как назвать это. Ковры или что. Новые шторки висят. Ну, прекрасные чистые сестры. И по сей день не знаю, кто это делает. Надо готовиться, себя подготовить. И всегда помнить, что тебе, кто зло делает, он плетет тебе венец золотой. Об этом говорится последнее блаженство. Когда будут гнать вас, неправильно засловить за имя мое. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. То есть я могу думать об награде? А иначе зачем бы было это написано? Ну и по слову Божию мы должны везде знать, как что ответить. Перед начальством как положено. И молиться за всех надо. Как готовиться? Молиться. Мы молимся. Вот кто утром и с нами молится за всех. За Путина. Владимир, говорим. Мишустин, Михаил. Украинский там Владимир Зеленский, Байден, Джо, Джозеф. Ну и по порядку всех, которые знаем, каждый день, чтобы не было покушения на них. Издавали мудрые законы, исполняли, чтобы дали достойно жить людям. То есть мы за всех. У меня отдельная графа за пьяниц, отдельно за болящих, отдельно за путешествующих. Как отдельно? Я когда молюсь, и говорят, как вы помните, так у меня по счастям разбито. И поэтому оно и повторяешь, и это запоминается. Все же мне 84-85-й пошел. По милости Божией. Ну вот так и готовиться надо. Готовиться. И когда я узнал, что будет, так я ходил с сумочкой. Ну сейчас ареста нету. Сумочка у меня постиранная все было, платочки, носки и сухари. Меня арестовали прямо в церкви. А у меня с собой все. Взяли, а я так. А как вы знали, когда будет? Ничего я не знал. Я каждый день готовился. Это мне сгодилось. И когда первый раз на пропускной, когда уже там и тебя прощупают, они, о, забыл, как тебя звать-то, Игнатий? Так ты в прошлый раз был, у тебя семинария была, а теперь тебе академия здесь будет. И все смеются, стоят. А я не отвечаю ничего. А когда освободился, я старался найти те, которые, когда были вот в верхний этаж, который, там крыши нету, а решетка покрыта по стенам, ходят часовые, и туда выводят на прогулку. И осень была, и там листики-то дуют, рядом лес. И мне он несколько листиков дал. Я его нашел, когда освободился, Иван звать, и отблагодарил. Кого мог, нашел. Где был, в лагере, старался найти оттуда, который был хороший, за меня там, помогал, заступался, в словах фамилии его Владимир Васильевич. Здоровый, высокий такой. Я прихожу, обыск был, а уже в лагере, уже не в тюрьме, а в лагере. Я отсунулся, а Библия была большая, а ее нету. Я отсунулся в мешок, просворы, тоже нету. А он пришел, говорит, да не беспокойтесь, я знал, что будет сегодня шмон, поэтому я все взял и к себе в сейф спрятал. Я зэк, арестант, каторжник. Но я его нашел, ему послал книги, отблагодарил. Я не знаю, кто, Рахиль, наверное, помогла мне его найти, потому что это Казахстан. Ну, вот так вот. Я чадо Божие, я всех счастливее на всей земле. как меня бороду снимали уже в лагере. Пришел замполит, расстелили простынь большую, ищищенец, парикмахер, стрижет бороду, а сам руки трясутся. А меня Аллах не накажет? Я говорю, да ты при чем? А я сижу, у меня слезы градом. Я просил, написал заявление, дайте мне срок в два раза больше. Общий режим сделайте строгим. Ну, не трожьте бороду. У Пугачева не снимали, у Емельяна не трогали. Ну, Сенька Разин был, тоже не трогали. Владимир Ульянов был, тоже не трогали. Зачем вам борода моя? Ну, тогда собрали ее, я ее вынес. У меня две бороды. И в газете потом было напечатано, такой-то у него две бороды на всякий случай. А там уже как поведешь себя? Давай, говорите. Игнать Тихонович, вы еще упоминали, что вы готовились к аресту, вы выучили Пасху на 20 лет вперед. Да. И еще сшивали пальто в заде, чтобы, ну, на бетоне спать можно было. Да. Никаких разрезов чтобы не было. Я-то у Баптистов услышал, пришел и сразу зашил. А пока матрас не дают, бывает в одной, не дают. А ложись, а такие ленты железные на поперек-то. Ты на голову лежишь, а никогда спиной не ложись. Главный котел живот. А здесь у тебя почки. Я это все узнал. И поэтому вел себя так, чтобы сохранить себя. Для дела Божьего меня Бог послал туда. И вот такое дело. Там много можно еще вспомнить. Как говорите. Как вести себя, когда держат еще только в КПЗ? Ну, в КПЗ там еще надежда какая-то есть. Там что есть. ну и на допрос приезжают. У меня задействовано на мне было. Сейчас я не знаю сколько. Кажется, 12 кандидатов наук по разным городам. А тут-то два или три было. И меня вызывают следователь. И они разными вопросами меня загоняют в статью. Я молчу, а потом маленько отвечу. А один говорит, вас не взять так. А я про себя думаю, над свободой ты мне попался, я бы тебе рассказал. А тут они могут статью 190 переквалифицировать на 70-ю. А это уже другое в два раза дольше срок. Тут лишнее слово не скажи. вот так. У меня хорошее воспоминание обо всем. Я тогда священника передали, чтобы пришли меня причастили. Ну и день-другой я пащусь, ничего в рот не беру. А один наркоман-то а может вы получаете, а я у вас возьму. Ну я тогда получаю, я дуплюсь уже там третий день. Вот он. А когда стал меня исповедовать, а приехал благочинный Войтович, отец Николай Павлович, я ему сказал, он говорит, да что же вы делаете, ешьте. Ну и причастил меня все. Потому что когда-то ослабленный организм, когда бастует там голодовку, туберкулез сцепляется часто. Как с ними работать? Я даже допросился, которые уголовники подняли там этот мятеж, их забили в одно место, они голодают там уже дней пять. Начальство говорит, не знаем, что делать. Я говорю, меня запустите. Я уже на свободе был. Да вы что? Ну я подписку дам, меня Господь охраняет. Так претензии будут к Богу или куда? Что вы говорите? Тут офицеры охраняют, они там на самом нижнем этаже, все перекрыто, там с собаками, там смертники были. Но меня запустили все же. Запустили, они задумали, о, Лапкин, ты как попал-то сюда? То тоже вроде объявил голодовку. Нет, я к вам пришел. Я говорю, сколько дней прошло? Да уже пять дней. Видишь, как ослабели все. Я говорю, вы знаете, что вас кто-то ждет на свободе? Ну, кого ждет? Жена, я ее захватил, с мужем, я их обоих заболел, с любовником. А другой еще что-то говорит. Я говорю, ну, может, собака осталась или щегол какой-то. Ну, да, у меня там сестра есть. Вы их не увидите никогда, потому что вы здесь все передохнете как мухи. Вам нужна хорошая пища, но мы не можем отступиться. Я говорю, давайте так, у нас Пасха через три дня. Сегодня голодовка у вас заканчивается, я объявляю пост, а вас, потому что вас ОМОН обидел, молотил их за это дело, перед этим за что-то. Они головкой за чего объявили, что их били. А я пойду в комитет по правам человека, прокурору края, генерал-лейтенанту. У меня очень близкие отношения со всем руководством губернатора, с мэром города. Ну, то есть, это Господь. А уже корреспонденты, там, печать, это стихия моя. Ну, и дальше а вечером скажете, объявите им, что вы выходите из голодовки. А теперь пост, подпаститесь еще день, там дальше Пасха. А мы сколько можем, принесем, отпросим, чтобы нас пустили сюда по камерам. Представь, они освобождаются, они меня в городе ищут найти, отблагодарить. А начальник, который звонит, звонит ли, и говорит, я проработал в этой пенсиональной системе 30 лет, что ли, он говорит уже, и сроду не слыхал такого, чтобы групповое, голодание, и все сразу вышли, по шестой ходке сидят. Что же вы могли им сказать такое? Ну, я тогда говорю, какой вы психолог, как вы узнали, что сказать? Психолог это верующий, психея это душа. По любому вопросу везде надо молиться. Я их спросил, вы можете со мной помолиться, там, которые отдельно сидят-то? Давайте, я буду молиться, и кто со мной согласен, скажите аминь. Аминь, значит, молитва делается вашей. Давай. Ну, и все. Ясно дело, что там молва такая идет, ой-ой-ой, от смерти спас 6 уголовников, там такие тяжелые статьи. Там быстро это все разносится. И поэтому отношения ко мне никому такого нету. Вот так. И старается каждый помочь, там, если можно где-то что-то передать, а там все эти записки, ксива называется. Ну, мне не надо, я и так дам. Ну, и дело мое вела МГБ, московское КГБ. И поэтому они все делали там что-то как надо. Ну, какой-то там на моем деле, ну, так оно закрывается, как обычно, как дела, какие там, как журнал. какой-то знак. Вот на пересылке, когда идут, так, выходит, полупьяный, описар, жалобы у кого есть, сейчас будут сажать в вагоны и поедут. Какие, каждый трясется, скорее будете отсюда, тут убивают. жалоб нету. Я сестра поднял руку, жалоба есть. Все дрогнули. Вот дед пропал. А какая жалоба? А кто-то ему уже подносит это личное дело. Девора Горебян. А ты что ж такое? Нечаянно. Вы слышите меня, кто? Нет? А! Видишь, Володя, посмотри, что сделать? Вы удалены из звонка пользователям Девора Горебян. Чего бы она ради меня удаляла? Нечаянно задела? Наверное. Плащет.